Еще раз всем здравствуйте, я рад быть в Усть-Каменогорске, в общем, это один из тех городов, которые прям любимые, да, у вас вкусно, ну правда, у вас рестораны какие-то крутые. Или меня туда водят постоянно, или, ну вот, прям крутые рестораны. То, что касаемо сегодня, мы говорили все вот насчет личного бренда и так далее, если кто-то за мной следит, то у меня где-то месяц назад было 199 тысяч подписчиков, сегодня 241 стало сегодня днем. И, знаете, алгоритмы Инстаграма меняются периодически, если раньше достаточно было делать один рилс в день, сегодня их нужно делать от 5 до 10 в день. Если вы хотите стать популярными через 10 лет, делайте один рилс в день. Если вы хотите стать популярными через год, делайте 5 рилс в день минимум. Это, ну так, я закидываю, чтобы вы понимали, да. Потому что, что дают рилсы? Рилсы дают новую аудиторию. Этот, сторисы дают продажи. Вы не можете через рилсы продавать, вы продаете через сторис. Это, ну так, вот, чтобы лейтмотив как бы продолжался дальше. То, что касается, там, вот, я вообще занимаюсь психологией уже на протяжении, по-моему, это 14-й год уже, это продолжается, и я последнее время, вот, где-то с 2020 года начал заниматься плотно собой. Потому что те рилсы, которые вы видите, это там 2000 какого-то года, это архив, да, в основном. На три года я выпал из социальных сетей, ну, не из социальных сетей, я из деятельности прям выпал. И я начал заниматься собой по нескольким причинам. Во-первых, карантин, и во-вторых, был такой, так называемый, кризис среднего возраста. Он начинается где-то в 42 года примерно. Ну, в 40 где-то, да. 40 плюс, поднимите руки. Ага, все, кто уже там и прошли, да. Те, кто младше, вы к этому все равно подойдете, так или иначе. Потому что я последнее время, последние, там, два года уже работаю плотно с предпринимателями в мужских клубах. Если раньше я с мужчинами не работал, то сейчас мужчин стало сильно много. И я немножко понимаю, стал понимать боли предпринимателей. На самом деле вы очень смелые люди. Почему? Потому что предпринимательство предполагает собой очень большие психологические качели, травмы, я не знаю, как назвать. Потому что, когда у тебя кассовый разрыв, справиться поможет только, наверное, жена или там муж. Ну, я не знаю, где вы справляетесь с этим. Что кассовый разрыв переживает любой бизнес, который хочет роста. Кассовый разрыв переживает любой бизнес, который, ну, запускает новый проект, имея какое-то старое, да. И всегда страшно шагнуть туда вперед. Вот. И поэтому очень многие, ну, немножко тормозят. Я вот три года прекратил активность, потому что, ну, меня уже, знаете, проклятая сумма такая, ну, как в кавычках, это где-то примерно 5 миллионов. Кто зарабатывает, ну, вот 5 миллионов есть, кто зарабатывает в месяц? Так, хорошо. Миллион есть кто? Классно, все, понял. Мне нужен был средств аудитории, чтобы понимать, ну, на каком языке разговаривать, потому что сегодня особенно я понял, что здесь очень много ремесленников, да, то есть там психологи, массажисты, очень много рукодельников там, ну, вот что-то такое. Бизнес, прям бизнес, у кого бизнес, прям руки поднимите? Бизнес, когда прям система, когда у тебя не ты работаешь и деньги есть, а когда ты чуть уже отстроился и деньги все равно идут. Да, когда команда есть. Круто, хорошо. Потому что первый вопрос, с которым сталкивается предприниматель, любой, это делегирование, да, я не могу довериться, я лучше меня никто не может, могу только я, и вот это ты начинаешь загоняться просто. Я, если честно, у меня, у самого были очень большие проблемы с делегированием, не были, а до сих пор, наверное, есть, и поэтому я, вот этот блог даже, я вел Инстаграм, ТикТок, Ютуб, Мейл.ру, Одноклассники, то есть я все вел одновременно один, в одного. Вот до 199 тысяч подписчиков я делал это в одного. Сейчас у меня есть мобилограф, и мы с ними растем примерно полторы тысячи человек в сутки. Классно? Классно. Пока мы ничего туда не продаем, но в принципе алгоритм, я вам сказал, не все выдерживают алгоритм вот этих рилсов. Не все выдерживают алгоритм бизнеса, да, то есть почему мы выгораем, потому что часто мы не занимаемся ни своим делом. То есть нам тот бизнес, который приносит денег, очень часто он нам, ну как, неприятен, или нам кажется, что я бы вообще не для этого рожден. Бизнес же, который ты любишь, он не будет приносить тебе столько несчастья. Очень важно, вот знаете, очень мало предпринимателей, которые расслаблены и счастливы. Я за свою практику, сколько вот с людьми, вот с предпринимателями сталкиваюсь, я встретил всего двоих. Один на пути к счастью, один такой уже такой, знаете, он расслабленный, и я на него смотрю, у него там 15 бизнесов, и он такой, я говорю, ты самый спокойный бизнесмен, который я видел. И он знаете, что говорит? Люди же делают, здесь управляющие, там вот магазин, я там два года туда не заходил, вот здесь, то есть он прям, ну, крутой. Я не знаю, как он это в себе выработал, он говорит, я просто работал на госслужбе, и там был ад. И после этого, и он такой, проблем нет, да? То есть это тоже склад характера. И это очень важно в себе прорабатывать и вырабатывать. У меня, у кого проблемы с доверием, кто там, вот, ага. У меня есть, знаете, брат был один, и он так говорил. Как я могу доверять людям, если я, как бы, вчера хотел пёрнуть, взял и обосрался? Я себе не могу доверять, как я могу доверять кому-то? Чего вы такие? Стыдно смеяться вам. Смотрите, я вот около духовных, психологических каких-то вот этих всех практиках уже, ну, 14 лет плаваю в этом. И я занимался, медитациями пробовал, да? Я медитировал с мастерами, я медитировал сам, я медитировал в толпе, я медитировал один. Я медитировал за границу, уезжал специально, да? И у меня ничего не получалось. Я либо спал, либо мне было неинтересно, я вот просто ворочался, ну, когда это отзакончится уже? Потому что там, пройди за мной, теперь открой дверь в ту комнату, да? То есть у меня я не могу, у меня вот беспокойный ум, и вот у бизнесменов, он у всех такой, да? Он постоянно что-то внутри говорит. Это есть термин такой, диджитальность называется, то есть мозг, который не останавливается. Это ладно, если у тебя там один, как бы, автор этих твоих мыслей. Бывает же трое их там, и двое там точно лишние. Ну, как бы, да, я перебиваю, да. Вот, и поэтому очень важно вот этот вот остановить. Я искал, где-то к 2020 году я уработался так, я выгорел настолько жестко, что я не мог, знаете, я не понимал, мне не радовали деньги, мне уже не радовали, вот вообще ничего не надо. Как бы, ну, ты ешь, но такого счастья не приносит. Ты едешь куда-то отдыхать, ты не можешь отдохнуть. Есть такие, да? С Бали возвращаются, такие ушатанные опять. Что-то не очень, как Бали? Да не очень что-то какие-то. Это, знаете, анекдот немножко расскажу, когда мужчина приходит, купил шариков воздушных, и через час приходит продавчика, говорит, вы заберите шарики, верните деньги. Она говорит, да что с шариками не так? Шарики забирает, она говорит, не радует. То есть, вот это вот, когда тебя что-то не радует, эта причина точно в тебе. Я эту причину искал, знаете, я думал, что происходит, почему я не могу спать сначала. Потом я разобрался, что такое кортизол. Я теперь знаю, что такое Д3, да? Ездит, он на БАДах сидит. Я теперь разобрался, что такое там тестостерон, эстроген там. То есть, вот, чтобы вы меня правильно поняли, у меня скидка 10% в Олимпе. И это начинается примерно в 40. Вот кто там этот рубеж прошел, вы можете похлопать, потому что ты в 40... Вот, видите, это для молодежи. Вы в 40 просыпаетесь, и ощущение, как будто тебя КАМАЗ сбил, да? То есть, вообще непонятно, что произошло. Вчера в 39 ты был активный, в 40 ты просыпаешься, и ты как будто умер, или завтра умрешь как будто. И я маме когда сказал, мама, почему мне в 42 так плохо? Она говорит, просто ты не знаешь, что такое 63. И я искал методы, да? Вот этот вот, кризис среднего возраста, все начинают искать здоровье, да? Начинают пить БАДы, начинают бегать что-то. Я думал, нафиг тебе триатлон. Вот. А триатлон нужен, знаете, для чего? Потому что я 10 километров пробежал, хер стоит. Не пробежал, не стоит. И все бегают потом, после 40. Вот когда вы видите, после 40 он сидит там, тренируется, приходит. Он же не стоит, потому что. А он, блядь, приседать надо. Понимаете, почему он там 20 лет лежал, и тут разбежался, тут что-то, да? 40 километров там ему. Бег ему. Я искал, я искал причины, почему так происходит в принципе, да? Очень много, вот кому сейчас 38, 35 лет, подхватите свое здоровье. Обратите внимание туда. Завтра, когда тебя по здоровью ударят, тебе эти деньги не нужны будут. Понимаете? Поэтому, кому 35, 37, 38 лет, там еще есть этапы жизни и так далее, деньги должны уйти на второй план. Вот если ты в 40 лет до сих пор хочешь денег, и у тебя цель только деньги, тебя по здоровью ударят так, ты завтра не соберешься. Поэтому внимание, фокус на здоровье, но деньги держим где-то вот на фоне. Это не значит, что надо отрицать денег. Видели духовных людей, которые очень счастливые и очень бедные? Да, это как-то вот, духовность как-то не сходится с деньгами, ну, не сходилось раньше, сейчас все больше где-то коллаборируется это все, но я за то, чтобы проблемы, ну, реально, я за то, чтобы зарабатывать, но быть счастливым. Но мне вот это счастье безденежнее, ну, безденежнее не устраивает меня, да? Потому что дети камни не едят, там, ну. Бесплатно они не учатся почему-то, хотя ты очень хороший человек. Вот, поэтому фокус убираем с денег и фокус на здоровье. Фокусируемся на здоровье и деньги держим вторым планом. Но 40 лет — это период масштаба твоего. То есть тебя уже мелкое не должно устраивать. Ты должен спасать нацию или, я не знаю, там, здоровье нации, еще что-то, вот такое что-то должно быть. Ты не можешь уже сидеть в 40 лет и в чем-то маленьком. Тебя начнут ломать потихоньку. Поэтому фокус на масштаб в 40 лет и фокус на здоровье — два фокуса. Деньги придут сами. Вы как вы только уберете напряжение зарабатывания денег, денег станет больше. Это сорокалетним. Кому до 30, пошите, не вынимая просто. Здоровье у вас немерено вот так. Мозгов пока еще, может, и опыта не так много, но зато энтузиазма, блядь, херова гора. А? Есть здоровье? Ты просто не знаешь, что такое 40, понимаешь? Ты в 40 просыпаешься, не пил, не курил, а как будто пил и курил всю ночь, знаешь? Я не знаю. Знаю. Тем, кто между. Смотрите, там период духовного роста где-то 33 года. 33 года — это тогда, когда просто работать уже тоже не работает. До 33 лет примерно в Бога не верят. Если ребенка не заставлять, он не будет там «я хочу верить». В 33 ты точно понимаешь, когда у тебя уже есть бэкграунд прошлой жизни, но в своей, что какие-то события не случайны, ты уже веришь в случай, да? Ты начинаешь думать, а что-то, наверное, что-то там, наверное, что-то существует. И это вот период духовного роста — это в 33 года. Но если ты до 33 не успел заработать деньги, ты должен успеть их сделать до 40 хотя бы. Но к 40 ты выгоришь в хлам просто, потому что тебе нужно будет их с 2 работать. Ну, в смысле, ты период как бы пролюбил, и второй период ты должен в 2 раза больше работать. Поэтому, работая с предпринимателями, я заметил, что очень у многих подмены. Есть предприниматели, у которых 6 ярдов, 7 ярдов в год, у них там обороты. Я когда спрашиваю, сколько вы тратите на семью, миллион. Почему миллион? Не хватает. В аренде живет, машины нету, квартиры нету. Для чего вот эта вот вся конструкция была? Вот зачем ты вот, что ты вот этим доказывал? Может быть, я олдскульный, как мне сказали, потому что предприниматели там все 32, 27 лет, вот такие молодые. Им квартиры не нужны, машины не нужны. Я очень многих приземлил, они купили. Но почему-то у них в фокусе, в голове этого не было. Я говорю, а жена что говорит? Та же ненормальная. А жена седая, с ребенком сидит в арендованной квартире. Поэтому очень много ловушек психологических употреблений предпринимателей еще раз такую фразу. Ее сказал, по-моему, Черняк. Это бизнес, это уродливая копия этого собственника. Вот то, что у тебя в голове, коряво, блядь. Точно такой же у тебя говеный бизнес. Чем больше, лучше у тебя порядка в голове, тем более структурированный бизнес он будет. Сегодня мир задротов, извините меня, конечно, это, ну, очкариков или как. Мир интеллектуальных, сегодня искусственный интеллект есть. Сегодня любой бизнес, он должен стать инфобизнесом. Он должен стать, любой бизнес должен стать IT-бизнесом. То есть вы должны прям коллаборироваться с этим. Если у тебя сотрудников больше ста, и у тебя нету, СРМ, ну, извини, ты как управляешь вообще? Поэтому очень важно выстраивать прям систему. Для того, чтобы у тебя была система, у тебя система должна быть сначала в голове. Ты должен сам быть структурированный. У тебя психика должна быть выстроена, структурирована и понятна. Тогда твой бизнес будет точно такой же. Наверное, все знают этот Броглаз. Слышали? Есть, короче, кто очки носит, Броглаз есть. Этот Даниэр парень, я был на экскурсии у него в бизнесе. У него прям это вот, ну, это финтех, это я не знаю, что это. У него каждая метрика вся цифрованная. У него один монитор, грузы едут, другой монитор, сколько очков продается вот сейчас прям, за сегодня. У него все, все метрики посчитаны. И сегодня, если твой бизнес не посчитан, то, ну, ты ненадолго, ты не сможешь сделать франшизу, ты не сможешь отследить, ты попадешь в кассовые разрывы и не понимаешь. Еще проблема бизнеса, вот где пересекается с психологией, знаете где? В непонимании поколений. То есть мы вот эти 45-40 лет, нам под затыльник даешь, мы работаем. Не даешь, мы не работаем. То есть, ну, мы такие, да, и такие, испытательный срок 3 месяца, мы такие, все, хорошо, ладно. Потом такие, ну, что-то тебе зарплату такую не дадим, в 2 раза меньше. Ну, и в 2 раза меньше сидят. Теперь мы, которые стали старыми предпринимателями, нанимаем молодых, кому 20-25 лет. Они так не работают уже. Они не работают в долг. Они работают, вот сколько заплатил, столько и работают. Они себя, блин, не презентуют. То есть мы бы там, покажи себя, прояви, и потом попроси зарплату. Заплати, если я проявлю. Не будешь платить, я проявлять не буду. У вас рядом может быть золото ходить в качестве сотрудника, но из-за того, что ты ему недоплачиваешь, ты можешь просто потерять ценного кадра. Ты можешь просто недополучить то, что ты мог взять. И относительно за недорого. А ты просто зажал 50 тысяч лишнее. То есть вот это вот непонимание поколения, оно начинается уже сейчас. Я первый раз понял, что такое разница в поколениях, когда я, там знаете, там из большой переменной шутку в университете кинул, и она вот ушла, вот просто вот, как в колодец. Я думаю, так, что-то со мной не то. Тогда еще пошел, был популярный фильм, помните, «Дэдпул», помните? Из пяти шуток я вкурил одну, кажется. И то неправильно, по-моему. Знаете, я сидел, я думаю, да рамы начать смотреть, почему я не понимаю этих людей, что за фигня вообще? Я сегодня специально сейчас хожу в университет преподавать, чтобы понять, что вообще у них в головах. То есть я хочу посмотреть, что там у 20-летнего, 19-летней девочки, там, парня, как он думает, чем он мыслит. Потому что я понимаю, что я не понимаю, где их вот эти рычаги управления. Ими очень сложно манипулировать, ну, непонятно. Почти невозможно. Косо посмотрел, наругал, он встал, пошел домой. Он не знает, что такое голод, ему не надо. Пряники ему не нужны. Кнута, он не боится, его не били никогда. Что с ним делать? Только адекватно платить на свой страх и риск. Если не проявляется, потом может снижать зарплату, увольнять или что-то делать. Но вы будете платить ему вперед. Они по-другому не работают. Пока я вот это только понял. Теперь смотрите, мотивация. Помните, вот сейчас все одно время, одно время все говорили, что нужна, нужна постановка целей по смарт. Изучали все, да? Постановка целей по смарт. Гениальная штука. Гениальная. Но я недавно закончил этот курс по коучингу, и я понял, что смарт, чтобы делать вот эту постановку целей по смарт, нужно сначала провести терапию со всеми сотрудниками. Потому что врут все. И все кивают за эту зарплату, говорят, ну да, да, сделаем. И все саботируют просто вот в хламину. Есть такое упражнение в университетах, на менеджменте преподают, когда садят за стол, допустим, там 15 человек, у каждого есть свой номерок. У каждого номера дают уникальное задание. Первому номеру говорят, ты должен сделать так, чтобы не высказался девятый. Девятый должен сделать так, чтобы третий и четвертый объединились. Третий и четвертый должны... И, короче, вот так, всех вот скрестили. Это обычно корпоративный, как этот, сходняк. И все лукавят. А руководитель искренне не понимает, почему не плывет ничего. Каждый тянет в разные стороны, и никто никуда не плывет. Создают корпкультуру, инструкции создают, да? И все упирается только туда, куда все врут. Потому что истинная причина, почему ты работаешь, я из-за денег. А мне просто опыт нужен, я потом свалю. А мне просто мама ругается. А у меня и вот так. Потому что нет искренности. И почему вот эта вот из теории каких-то голубых океанов, она настолько была, как этот, раскручена? Потому что это то, что требует молодежь сегодня. Они хотят равноправия. Они хотят уважения. Они хотят возможность проявиться. Им пофиг, что в своей компании будет. Им нужно, чтобы его заметили, и он проявился. И когда ты его заметишь и дашь возможность ему проявиться, он никогда не уйдет, пока ты подсвечиваешь. Как только ты свет выключил, он ушел. Все. И знаете, я на одном тренинге услышал такую фразу, что это вот предпринимателям, кто вот сейчас уже работает или кто-то еще вот собирается там бизнесы открывать, немножко нужно обманывать мозг, знаете, чем? Постановкой целей. Если ты себе ставишь цель зарабатывать деньги, чтобы я там рос, я, 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 ничего у тебя не получится. Ну или получится, ты умрешь потом на следующий день, когда заработаешь. Я такую фразу слышал, знаете, если человек работает на тебя больше, чем три года и не купил себе квартиру, ты его, ты у него воруешь. Что? Не время, ты его обманываешь. Ваш энергообмен неадекватный. Либо, либо твой бизнес говно, в чем ты не можешь себе признаться. Вы делаете что-то не то, либо вы зарабатываете нормальный бизнес, но ты просто не доплачиваешь человеку. И когда вы поставите цель купить, чтобы каждый сотрудник купил себе там машину или квартиру, совершенно все поменяется. И ты можешь это даже озвучить, ему сказать, и вы увидите, что будет происходить. Сегодня все поменялось. Сегодня то, что раньше работало, сегодня уже так не работает. Просто я не говорю, что именно так сейчас надо делать. Просто присмотритесь пока. А потом какие-то вещи. Сначала там айфон пообещайте, там давай тебе на айфон заработаем, потом будете квартиры покупать. Очень важно, чтобы ваши векторы совпадали. Чтобы вектор собственника совпадал с вектором, кто в найме. И тогда вы как бы в одну сторону пойдете, и не будет вранья. Разборы коллективов. У кого коллективов больше 10 человек есть? Вот вам это тогда. У кого нету, в общем, тоже запоминайте. Вы можете делать, обсуждать проблемы, которые за неделю, там 15 минут в день. Вы можете делать, обсуждать решение проблем. Да, то есть вы можете обсуждать цели, поставленные компании, как они понимают. То есть очень важен диалог с молодежью. Интерактив. Я недавно был на, как этот форум, короче, в Уральске я ездил, там был форум, и там выступали, короче, вот этот Арманжан Байтасов, потом Джакишев выступал, да, и выступали молодые предприниматели после них. Знаете, что самое интересное? Арманжан Байтасов вытащил кафедру, вот так поставил, встал, и, короче, бом-бом-бом-бом-бом. Было дико неинтересно, если честно. Я кто такой, как бы я маленький, его обсуждать, но я сейчас пропадаю, дачу информации. Он привык, как на кафедре стоять и чего-то преподавать. Джакишев вообще, кажется, по сцене не ходит, он так на одном месте встал и, короче, всю лекцию прочитал. Молодые предприниматели что делают? Позвоните, возьмите, подпишитесь, сделайте сториз, а давайте похлопаем, а поставьте там плюсик, да, там, то есть такое. Интерактив работает, и тогда оно залетает в головы. Мало того, есть, знаете, есть такая как бы педагогика, а есть андрогогика, да, то есть, короче, взрослых людей можно учить только через интерактив и через шутки. Ты шутками отключаешь сознание и, короче, туда, при том, вклиниваешься туда то, что тебе надо. и поэтому если нормальный спикер современный, который это знает, он будет немножко подшучивать и потом вкидывать ту информацию, которая ему выгодна между строк. И ты потом будешь выходить, это как 24 кадр, человек не понимает, но уже изменился. Это вот здесь такая гипотеза, что невозможно человека быстро перепрошить. Возможно. Просто нужно прям вот вкидывать, вкидывать, вкидывать и всё. Какие ловушки бывают у женщин-предпринимателей? Вы знаете, что очень много успешных женщин, ну много-небного, ну короче, бывает. Женщина-предприниматель создала бизнес, у неё огромное количество там, я не знаю, там заводов, пароходов, там оборот у неё огромный. И она может это делать, знаете, ради чего? Не ради денег. Нет. Вы очень сильно удивитесь, чтобы контролировать мужа. гениально. И она же не видит этого. Она сидит сама управленцем, его за вхозом поставила и будет сидеть его гонять как таракана по стеклу. И не будет давать никакой инициативы. Всё, что будет он предлагать, будет резаться. Чтобы он не ушёл. Или не спился. Он же, мозгов же нет у него. как отпустишь, сразу сопьётся. У мужчин тоже есть свои ловушки для бизнеса. У мужчин в основном есть такая болезнь фалометрия. Мы меримся постоянно, да? и вот это вот... Вы этот, что-то долго до вас доходят. Пока меримся. как? Мерятся, да. Ещё, знаете, есть очень часто мужчины, мы друг с другом соревнуемся, ну так, раз посмотрели, а, ладно. Сейчас, я сейчас там долбану, да, опять. Я в комфорте сидел до тех пор, пока я не встретился с Бейбутом Альбековым, пока я не увидел, но я реально, я немножко был сильно шокирован и удивлён, если без матов, то этот... 3 миллиона тенге за сториз. 3 миллиона тенге за сториз. Я когда услышал, я думаю так, мне нужны рилсы, он говорит, нужно 5, я 10, мне надо не через год, мне надо через полгода популярным стать, то есть, ну вот это. И вот это включается, чем хорошо менторство. Ты должен просто увидеть, что это возможно. Очень часто человек сидит и кажется, что это невозможно. Я думал, что миллион подписчиков это очень много и недоступно, пока я с ним вот так не увиделся и вот не потыкал его в живого пальцем. Понимаете? То есть, очень важно, ну как, просто соприкоснуться с человеком, который там уже стоит. Это достаточно для того, чтобы поверить, что ты можешь сделать то же самое. Просто нужно несколько, изменить несколько фактов. Допустим, у него 3 мобилографа, возьми пока одного. Он делает там 10 рилсов, делай пока 5, если можешь. Потом потихоньку, потихоньку вырастет экспертность. Не нужно делать все идеально. Знаете, вот эти перфекционисты, поднимите руки. Кому с собой жить тяжело? Я выпущу идеальный контент. Я сделаю и рилс, сейчас он залетит на 2 миллиона. Такие люди тратят месяц снять на рилс. Делали, да? Выставляют три просмотра. И они расстраиваются. Кто-то еще удаляет, понимаете? Ну так говно, наверное, раз удалили. Я сейчас делаю, честно вам говорю, да, очень плохой контент. Я понимаю, что этот, но я его делаю просто овермного. Я его делаю, я просто взял свои архивы со выступлениями, со всеми тренингами. В свое время, благо ума хватило ставить камеру и за это платить, чтобы снимали. И вот у меня терабайт видео сегодня, и вот мы его режем, кажется, на месяца 3 хватит по 10 рилсов. Потом придется опять что-то выступать. Мы сегодня о пользе личного бренда говорим, да, личный бренд, и вот очень важно, и вот предприниматели, да, вы в жизни ходите вот так, как эквилибристы, между кассовым разрывом и счастьем, между семьей и бизнесом и между гордыней и там, потому что можно прожить вообще вот, знаете, есть такое понятие, как самодостаточные люди, да, самодостаточные люди, им хватает то, что у них есть, и это, наверное, в этом есть счастье, но амбициозным людям этого не хватает, и поэтому мы будем ковыряться между гордыней и, в общем, своим счастьем, зарабатыванием денег и так далее. Эго не дает нам слышать людей, и мало того, если ты не зарабатываешь сейчас денег, открой уши, откройте уши, потому что из-за своего эго вы не можете услышать этих гребаных 10 рилсов, понимаете? Казалось бы, что проще, а? А может быть, вот эго, она, то есть, 9 людей по уровням, это гордыня, это есть, с этим общаюсь, с тем нет, этот с моего круга, тот не с моего, то есть, когда ты начинаешь чувствовать ощущение превосходства над кем-то, все, конец уже. Так не бывает? Так не бывает? Люди, у которых нету денег, это очень гордоливые люди, они ради денег не унижаются, почему я должна просить, я не пойду, иди сам, там, то есть, но вскрывается очень много, хотите упражнение, за которое вы меня ненавидеть будете? Да! Это будем делать не сейчас, это вы будете делать в течение 21 дня. Сейчас, сейчас, подожди. Деньги, вы же денег хотите, или что? Особенно, кто до миллиона зарабатывает, короче, записывайте. У вас посыпется ваше эго, вы охренеете, что вы, какое говно поднимется. Вы в этой мути потом будете, знаете, как ослепнете, когда эта вся гниль всплывет наверх. Идете на улицу, подходите к людям, говорите, здравствуйте, дайте денег. 21 день, в день нужно собрать минимум 1000 тенге, все, что больше 1000, и оставляешь себе. 1000, отдаешь другому. Ну, ну не надо раздавать нищим, не надо там еще что-то. Просто подходишь к нормальному человеку, говоришь, возьми денег, я тебе дарю, все. Для чего? Это момент отдавания и принятия. Игорь, еще раз. Сейчас, сейчас. То, что больше 1000, это твое. Вот тебе 10 тысяч дали, 9 твои, 1000 ты отдаешь другому. Здравствуйте, дайте мне денег. Здравствуйте, дайте денег. Не надо для этого танцевать, там что-то там показывать, что-нибудь. Не надо. А что если спросить? Просто так. Смотрите, для чего, в чем фокус сказать? Если я вам скажу сейчас, да, тихо-тихо-тихо, есть, тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас, сейчас. Нет. Родственников не трогаем, друзей не трогаем. Это только у незнакомых людей на улице. Тихо-тихо. Подожди. Тихо-тихо-тихо. Просто так. Еще раз смотрите. Что хочешь, хоть как, в любой валюте принимай. QR можешь сюда наклеить. Смотрите. 200 классно, бери 200. Вы можете собирать по 100 деньг весь день. Вы можете собирать там по 10 тысяч, там вообще на выполнение этого упражнения 5 минут уходит. Взять и отдать. Вы, смотрите, что там происходит. Во-первых, проявляется, триггерит твоя гордыня, твое эго. Что обо мне подумают. Есть такие, да? У вас ощущение, как будто на вас всегда смотрят. Все знают. Все знают, да. Вот теперь, смотрите, те люди, которым кажется, что на них смотрят. Да? Ответьте, пожалуйста, себе сейчас внутри на вопрос, сколько раз в день вы думаете про президента? Вы кто такие, блядь? А? Кто вы такие, чтобы про вас вообще думать? Вы что, себе возомнили? Сегодня, чтобы стать инфоповодом, уже жопы показывали, сиськи показывали. Не получается. Тысячу тенге взять, тысячу тенге отдать? 21 день. Вот смотрите, никакой нафиг терапии не надо. Просто запоминай или записывай, какие мысли у тебя идут в этот момент. Просто отследи мысли, которые у тебя всплывают. Потом, тысяча тенге. Это 20 долларов, да, где-то? Это, представь, ты, короче, с голоду ты уже не умрешь. За мою практику, сколько я людей отправлял, максимальная сумма девочке дали тысячу долларов, мужчине дали 200 тысяч тенге тогда. Он просто подошел дать денег, ему дали 200 тысяч. Понятно, да? Это Астана. Астана это. Это тебе кажется? Не-не, кажется. Смотрите, средняя крейсерская скорость. Тихо-тихо. Говорю, вот опять такой лайфхак, как 10 рилсов. Средняя крейсерская скорость собирания денег в Казахстане в любом городе. 5 тысяч тенге час. Если ты идешь по улице и подходишь к каждому. Первый страх вылез. Запиши себе. Когда разбогатеет, милиция придет. Запиши себе страх. Ну, за зарабатывание тоже могут посадить. Запиши. Это твой триггер. Вот это вот раз, вскрыло. Понимаешь, все те первые мысли, которые всплывают, это ваши страхи, которые стоят между вами и деньгами. Понятно, да? Поэтому с гордыней мы работаем. 21 день мы вот, да? Деньги собираем. Нет? Да, да. Молодец. Смотрите, теперь дальше, что мы делаем. Те, кто снимут сториз, отметите меня в сторисе и потом напишите мне в директ. Как это-то бизнес-леди, да? БВЛ, да? ВЛК. И, короче, просто, да, напишите, или Усть-Коман, напишите там что-нибудь этот. Мы вам, я вам скину джентльменский набор ссылок с платными тренингами для вас бесплатно. Классно? Бизнес-леди, напишите просто. Там будет ссылка сначала, я, знаете, я когда увидел кино про Назарбаева, думаю, про себя тоже надо снять. Я по тем временам записал дико дорогое видео, ну вот, тогда Инстаграма еще не было, был Ютуб, не было Инстаграма так, и я заплатил по тем временам 10 тысяч долларов за то, чтобы про меня сняли кино. И его реально сняли, и там вот озвучка, есть же закодровый голос, там был голос, который, по-моему, озвучивал кино про Назарбаева документальное какое-то. Короче, охрененного качества, первая ссылка, посмотрите там. Вторые две ссылки, это то, это прям был такой, знаете, онлайн тренинг, где мы, там, короче, прям вы можете закрыться дома на два дня, и вот в 16 часов, короче, это все поделать. Там прям двухдневный полноценный тренинг, вы можете съесть и самостоятельно это все сделать. Второе, там есть ссылки на письма прощения, на аффирмации, на прощение родителей, прощение денег. Это, знаете, я не знаю, мужики привыкли ходить на тренинги, где харды, да, вот эти навыки, такие там, финансы, там, производство, там, еще что-то. Женщины больше вы, этот, я бы, играетесь. Вот то, что я вам дам, один раз сделайте, идите уже работайте. Если вы это все пройдете, вам ничего уже не мешает, ничего не остановит вас. Просто сделайте, идите. Потому что, знаете, я сейчас, кто, инстаграм все знают, Игорь, Ким, когда напишите, там выйдет эта загалочка такого-то, да. Я сейчас начал заниматься фридайвингом. Кто это, кто это, расскажу. Я ныряю на задержке дыхания на 5 метров и задерживаю там, ну, короче, мой рекорд 2 минуты 4 секунды. Что это дает? Я, во-первых, стал очень дико рассеянный, и потому что, оказывается, мышление под водой, оно сильно отличается мышлением снаружи. Под водой все медленно. Мне там одна женщина написала, а что вы так медленно идете? Я там показываю, на самом деле, это очень сильное мастерство, когда ты можешь спуститься на дно бассейна, на 5-метрового, и вот просто там пройтись хотя бы 5 метров, ну, там, чуть-чуть. Это дико, как в невесомости, короче, потому что ты когда напрягаешься, ты всплываешь. Для того, чтобы тебе утонуть, тебе надо ногу расслабить, тогда она встанет. Она не мышцами управляется. Ты ногу расслабляешь, она падает. Напрягаешь, она всплывает, короче, вот так это. И это дикое, знаете, управление собственным телом. Я не мог медитировать, я же вот вначале говорил, сейчас я точно понимаю, что надо, короче, управлять телом и своими эмоциями. И это вот, возможно, вот реально плавание под водой, где-то вот, особенно под водой, ты можешь, короче, вот смотрите, ты уходишь под воду, когда задержишь дыхание. Если ты попадаешь в так называемое состояние деконцентрации, это прям чисто просто медитация. Ты концентрируешься на внешний экран и на внутренний, ты не смотришь там, что тебе воздуха не хватает. Ты там давишься, а тебе вот типа все равно. И когда ты забудешь, что тебе надо дышать, тогда две минуты. И все. И потихоньку, потихоньку, к чему я это? Там я научился управлять собственными страхами, потому что каждый раз, когда ты ныряешь, тебе кажется, что ты умер или сейчас умрешь. Потом, когда ты всплываешь, тебе кажется, что ты вот ожил. И за одну тренировку, вот по пять метров нырнуть и всплыть, километр проплываешь. Вот это. К чему я веду? Любой вид спорта, где есть созидание, где есть вот любой вид спорта, чтобы достичь каких-то результатов, нужно состояние медитативного этой деконцентрации. Любому предпринимателю, чтобы не вникать в эту операционку и в истерию впадать, нужно состояние деконцентрации. Самый быстрый метод это вот чуть-чуть поныряйте, попробуйте, позадерживайте. Кто сильно боится воды сейчас, кто сильно боится воды и там захлебнуться, умру, себе запишите, есть дыхание Хофа. Дыхание Хофа, я потом свое запишу, будет дыхание Кима, но попозже чуть-чуть, подождите. Я сейчас немножко поизучаю. Я люблю, знаете, рекомендации и какие-то действия, которые приводят к быстрым результатам. Здесь, смотрите, есть девочки, которые учились делать науле и так и не научились, есть? Есть здесь аудитория? Вы что, никто науле не знаете? Я не знаю, не знаю. Знаете, умеете? Да. Я не знаю, динамично и так и раз. Сколько учились науле делать? Ну, если каждый день, месяц. Месяц. Две, сука, минуты. Учу делать науле. Прикиньте, две, блядь, минуты. И это научился я на фридайминге, потому что он говорит, вот это, вот это дело, и он не сказал, что это науле. И я потом такой, я говорю, это же науле. Он говорит, да. Я потом начал на девчонках тренироваться, за две минуты я учу практически любую. Нет, это на голодный желудок, сейчас куда-нибудь что-нибудь не туда вылезет. Я вам потом, короче, этот, зайдите, у меня в инстаграме есть канал, я туда еще раз повторно выкину, этот, описание гимнастики из Сидерского, где вот это науле вкручено. Науле, это когда животом вот это вот в вакуум делают, и вот так живот туда-сюда. Да. И весь прикол в том, тебе надо, ты когда, сейчас, смотрите, прикол в том, что, когда вы будете делать по вот этой дыхательной практике это науле, да, что науле это естественный процесс, который делает организм. Там нет ничего в надрыве, там не надо ничего, просто нужно задержать дыхание и потерпеть. где-то на 40 секунде тебя начнет самого колбасить. Понимаешь? Все. Там несложно, я вам закину. И поэтому я вам говорю, науле делается вот так, стать популярным в инстаграмм 10 рилсов. Просто не ленитесь. Если вы зарабатываете до миллиона, просто фигачите рилсы, блин, 8 часов в день. Что такое? Вы же где-то должны работать. 10 рилсов в день, если ты будешь делать в течение месяца, у тебя прирост подписчиков в 40 тысяч. Я имею в виду это экспертный контент. Любой. Пока любой. Что хочешь, вот чем бы вы не занимались, это же легко делается. Берете любую книгу и пересказываете, сука, в рилсах ее. Много ума надо? Вот, нет, смотрите, вот допустим, Samsung сегодня рассматривали, да? Ну это же вообще легко. Я тебе подарю сам суп, поешь на камеру, ебтым. Сколько их там людей? А соуси расскажите, как сделать? Да, да. А вот это почавка, мёв, блядь. Все, короче, течет вот это все, да? А ты не замечаешь, как у тебя вот это... То есть, давай. Рилсы. Это короткие видео по полторы минуты в Инстаграме и в ТикТоке, и в Шортс. Ну в лес, да? Да. Вы можете делать это экспертно, вы можете делать... Если экспертности не хватает, по своей тематике купите книгу и просто пересказывайте по 10 глав в день. Все. Зашло? Да. АПЛОДИСМЕНТИЕ АПЛОДИСМЕНТИЕ